Конечно, так называемых контактёров, то есть тех, кто утверждает, что эти самые люди в чёрном существуют, можно считать психически нездоровыми. В психиатрии даже есть специальный термин, обозначающий такую болезнь. Однако вот что странно. Тех, кто утверждает, что имел контакт с инопланетным разумом, немало среди людей серьёзных и даже выдающихся. Если судить по личным дневникам, с ангелами с других планет беседовал Леонардо да Винчи, который, как известно, позже довольно точно нарисовал парашют, вертолёт и ракеты. В этом странном списке фигурирует и Уинстон Черчилль. Во время войны у него была, как писал Черчилль, встреча с представителем инопланетной цивилизации, который рассказал ему о будущем. Правда, это или сэр Уинстон решил подурачить потомков, неизвестно. Однако, как известно, Черчилль дожил до преклонных лет и вошёл в историю, как самый удачливый политик 20 века. Встречался с инопланетянами и бывший президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, о чём он сам заявлял в нашем эфире. Вот и попробую назвать этих людей сумасшедшими. Кто мы такие и кто наши предки? Этими вопросами человечество задаётся уже многие сотни лет. Мы, конечно, знаем официальную версию, но всё больше современных исследователей не согласны с теорией Дарвина. Она порождает слишком много вопросов. Почему нет промежуточного звена между человеком и обезьяной? И как на планете возникло несколько раз? Некоторые исследователи полагают, что на все эти вопросы есть один точный ответ. Человек появился на Земле не путём эволюции. Его завезли с другой планеты. Смотрим. В 1979 году в руки советских учёных попал необычный материал. Мелкий светлый порошок доставили с места посадки НЛО. Во время одного из экспериментов субстанцию нагрели до 1160 градусов. На глазах учёных вещество превратилось в свет и исчезло. Его масса стала равна нулю. Но после охлаждения порошок вновь появился в Мензурке. Учёные предположили, впервые в истории у них в руках оказалась протоплазма. Первородное вещество, из которого когда-то был сотворён весь мир. Согласно Библии, Бог сотворил свет в первый же день творения. Процесс создания мира во всех известных религиях начинается именно со света. Но только в 20 веке учёные смогли понять, что такое свет. С научной точки зрения, это поток энергии, которую переносят вполне материальные частицы. Фотоны. Это показал Эйнштейн впервые на фотонах, когда он показал явление фотоэффекта, доказал, рассчитывая, что фотон, показывая, что фотон – это частица. И формулы точно показали совпадение с экспериментами. И в то же время было строго доказано на экспериментах альтернативная точка зрения, то, что фотон – это волна. Свет и материален, и нематериален одновременно. Но главная его особенность в том, что он вечен. Фотоны не стареют. Свет от далёких звёзд может идти до нас миллионы лет. И придёт неизменным. Только благодаря фотонам мы можем видеть всё, что находится вокруг нас. Эти исследования породили ещё одну гипотезу возникновения мира. Согласно ей, мир создан из света и может быть превращён обратно в свет. Доказательство такого превращения – обычная электрическая лампочка. Когда мы, например, включаем свет в наше освещение, в этот момент включения света собственное время для части нити накалывания электронной лампы останавливается. И он превращается в фотон, который мы и регистрируем, который освещает всё вокруг. Но собственное время фотона равно нулю. То есть любое существо, обладающее способностью видеть, поддерживает постоянный контакт с вечностью. Существует несколько ступеней такого контакта. Поднимаясь по ним, человек познаёт тайны мироздания. Недаром некоторых людей называют просветлёнными. Ну, такие люди, как Кармапа, Далай-Лама, они отличаются от других людей тем, что если смотреть тонким энергетическим зрением, можно увидеть у них необычную светимость, которой нет у обычных людей. У них очень ровное, чистое энергетическое поле, и как вот лучи такие очень прямые, светлые, чистые. Как правило, это разноцветные лучи. Но, в принципе, вот практики таких уровней, они часто прячут свою светимость, чтобы их просто не узнавали. Александр Асеев уже много лет занимается буддистскими практиками. Путешествует по странам Востока и лично общается со свидетелями удивительных превращений. В Тибете многократно фиксировался факт растворения человека в радужном свете. Там такие случаи никого не удивляют. Ну, в 20-х годах 20-го века был такой боннский учитель Шардзарин Почи, который достиг радужного тела. А в 50-х годах достигли радужного тела некоторые практикующие. В 80-х годах в Индии было достижение радужного тела. В многолетних медитациях тибетские ламы учатся отделять разум от тела. В итоге тело становится лишним. Разум забирает его с собой в вечность в виде абсолютной энергии. Китай. Малодоступная высокогорная часть Тибета. Монах одного из монастырей показывает маленький домик и фотографию собственного деда. В 60-х годах прошлого века лама попросил себя не беспокоить и закрылся в уединении. А через неделю изо всех щелей домика стал виден радужный свет. Когда стали появляться радуги, многочисленные радуги, как обычные, которые мы видим, так и вертикальные, горизонтальные, которые в обычном мире невозможно увидеть, особенно горизонтальных радуг. После этого, когда вошли в палатку, тела человека уже физического не было. Осталась только одна одежда, в которой не было тела. У тех, кто своими глазами наблюдал этот процесс, не осталось никаких сомнений. Тело ламы превратилось в свет. Превращение в свет описывается во всех без исключения документах, когда речь идет о чуде. Самое известное – описание вознесения Иисуса Христа. Описание ухода в некую пространственную дыру, я не знаю, или временную дыру, или уход в параллельное существование с некой такой вспышкой энергетической. И именно, когда он является потом апостолом, когда он является потом Марией, происходит то же самое. Происходит энергетическая вспышка, появляется его образ. Что это, как недоказательство возможности перехода в вечность и обратно? С точки зрения техники, именно свет является самым быстрым и надежным переносчиком информации. Планета уже опутана оптиковолоконными линиями. Интернет, мобильная связь, суперкомпьютеры – лишь небольшие возможности света. Интересно, что Библия не ассоциирует свет с Солнцем. В первый день творения Бог создает некий абстрактный свет. Он не имеет источника и является предшественником всего остального мира. В том числе и Солнца. Как источник света и тепла наша звезда создается Богом только на четвертый день. В своей точности система Солнца-Земля уникальна и не перестает удивлять ученых. 18 тысяч лет назад Солнечная система имела несколько иную конструкцию. И любой профессиональный астрофизик вам подтвердит, что то, как устроена Солнечная система сейчас, это ненормально. Такое может произойти только в том случае, если была осуществлена искусственная перестройка Солнечной системы. Спор о сотворении мира, пожалуй, главный во всей истории человечества. Материалисты утверждают, началом всего 15 миллиардов лет назад стал Большой взрыв. Его энергия до сих пор расширяет Вселенную. Миллиарды лет понадобились эволюции на формирование звезд и планет, а после на появление и развитие жизни. По библейским записям, наш мир был сотворен Богом гораздо позже. Около 6 тысяч лет назад. А весь процесс занял всего 6 дней. Но есть и гораздо более древние источники. Мои масонские легенды говорят о том, что когда-то давным-давно на нашу планету с двух созвездий, созвездия Ориона и созвездия Лебедя, прилетели совершенно разные две экспедиции. И они не стали воевать здесь, потому что они были дружественные и миролюбивые. А решили освоить Землю и создать здесь некий такой оазис. Начали воспитывать маленьких людишек в Гипербореи и потом передали им какие-то знания. И когда Гиперборея утонула, они уплыли в Му, потом в Лемурию, потом в Атлантиду. И потом из Атлантиды уже пришли и принесли свои знания египетским жрецам. О временах Атлантиды, Лемурии и Гипербореи существуют только мифы и легенды. Относительно достоверные сведения о некой цивилизации создателей начинаются с текстов древнего Египта. Их анализ позволяет сделать однозначный вывод. Представители высшего разума присутствовали на планете. Это были те египетские боги. Все эти Осирисы, Изиды и так далее. И среди них был бог тот. Бог тот, который был знатоком знаний мертвых, как нам говорят. То есть это значит не мертвых, а усопших. Мы подменяем понятие, я уже говорил, подменяем. Усопшие – это значит ушедшие, те, которые ушли и оставили ему знание. Считается, что именно тот написал и передал потомкам один из древнейших письменных документов Земли – Египетскую книгу мертвых. Немалую роль древние тексты уделяют происхождению мира и человека. Многие из них не расшифрованы. Стены храма богини Хадхор в Египте содержат тексты так называемого «тендерского зодиака». Этих зодиаков не один, их пять. Есть круглые, есть линейные зодиаки. И вот в этих зодиаках методом стоп-кадра изложена информация, катастрофная информация о событиях, происшедших в Солнечной системе за последние, ну, как минимум, 18 тысяч лет. И вот здесь мы находим не просто тексты о том, когда, где и упали какие-то астероиды и к чему они привели, но описаны и последствия судьбы тех планет, которые изменили свою географию, на которой она была гораздо ближе к Солнцу. Рядом с Землей не было Луны. Вокруг Солнца не вращалась Венера. Пояс астероидов не существовал. На этом месте было огромное космическое тело, летала планета Фаэтон. Марс тоже был ближе к Солнцу, как и Фаэтон, немножко ближе к Солнцу. И эти три планеты были застегрированы на вертолете. или на самолете низко над Кольским полуостровом, в районе Лаватерских тундр, вы увидите, и в книге я привожу эти фотографии, 17 гигантских выработок. Это котлованы, миллиарды, миллиардов тонн породы, ураносодержащей, кто-то извлек и куда-то унес, потому что нет ни дорог, нет, мягко говоря, предприятий, кто бы переработал все это. То есть явно техногенная выработка, это не природные выработки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В разрушенном городе Теотиоакане, в 40 километрах к северо-востоку от Мехико, под пирамидами обнаружили подземный туннель. В нем были помещения, отделанные минералом под названием мусковид. Но этот минерал вообще не встречается в Мексике. Кроме того, он обладает очень интересными свойствами. Мусковид – идеальный изолятор. Он экранирует магнитные и электрические поля и выдерживает температуру до 850 градусов Цельсия. Несколько слоев этого материала обнаружено под каменным полом слюдяного храма Теотиоакана. В другом храме археологи обнаружили целую камеру из слюды. На стенах камеры сохранились следы ртути. Вероятнее всего, эти резервуары с ртутью служили своего рода заправочными станциями для летательных аппаратов. В Мексике я общался с местными жителями. Ртуть, по словам старых индейцев, служила горючим, а пары ртути, как нам сегодня известно, высокотоксичны. Почему многие из высших жильцов майя носили маски? А в Индии встречались даже маски со шлангами, напоминающие наши противогазы. Ртуть, как мы узнали из древнейших текстов, транспортировалась в том числе и в контейнерах из слюды. Вот почему и в Центральной Америке, у майя, и на мексиканском плоскогорье у жителей Теотиоакана находят подземные камеры со слюдой. Слудяные камеры были законсервированы 12 тысяч лет назад. Цивилизация Марса и Фаэтона готовились к катастрофе. В это время Солнечная система приближалась к огромному поясу астероидов. Последствия столкновения с ними описаны в текстах храма Хадхор. Марс раскололся от этого удара. Марс потерял магнитное поле. Он практически потерял атмосферу. Он ушел от орбиты, со своей орбиты. Но эта судьба все-таки менее трагична, чем судьба Фаэтона, от которого остался только пояс астероидов. Я-то могу с полной уверенностью сказать, что Фаэтон был разбит вследствие столкновения с очень крупным космическим телом. Это был планетоид. Земля пострадала меньше, но ей тоже досталось. Ядро разбитого Фаэтона было притянуто магнитным полем Земли и стало ее постоянным спутником Луной. Это вызвало изменение наклона оси планеты и всемирный потоп. Кроме того, новая система, Земля-Луна, стала значительно тяжелее и удалилась от Солнца, изменив свою орбиту. Для стабилизации на ее бывшей орбите была создана новая планета. В 3114 году по одним текстам или в 3113 году по другим текстам, по китайскому в частности, происходит колоссальная вспышка на небе, осветившая Землю с запада на восток, и на небосклоне появляется новое космическое тело Венера. Эти же тексты говорят о появлении новых богов, новых кураторов, коими являются орионцы. И именно поэтому мы находим уже много текстов, переориентированных духовных текстов на орион так или иначе. И даже пирамиды Гизехские, они ориентированы, как вы помните, на три звезды пояса ориона. Есть в текстах на стенах пирамид еще одна загадка. После перестройки Солнечной системы в них появляется упоминание об еще одном несуществовавшем ранее объекте. В нашей системе, в нашей половине, не хватает как минимум одной планеты, причем с очень крупной массой. Масса этой планеты, следуя этим исследованиям, соответствует массе Земли плюс масса Луны. И нахождение этой планеты на орбите Земли за Солнцем. Шумерские тексты называют эту планету Нибир. По расчетам известного астрофизика Кирилла Бутусова, она составляет абсолютную симметрию Земли относительно Солнца. Размеры нашей звезды огромны, поэтому увидеть симметричную нам планету невозможно. Однако о ее существовании древние прекрасно знали. У пифагорейца Филолая, это последователь Пифагора был, у того была космогоническая модель такая, что в центре системы, вот мы считаем Солнце в центре, а там было следующее, в центре был центральный огонь, Хесна, или Хестия, Гестия так называли. А с одной стороны была Земля, а с другой стороны Антиземля. Вот это уже со времен Филолая, это известно. Но я этого не знал, я вот сам допер до этого на основании астрономических данных. Существование за Солнцем еще одной планеты, по мнению Бутусова, вытекает из законов небесной механики. По законоподобия, спутниковая система Сатурна в точности повторяет Солнечную систему. С той только разницей, что на расстоянии, соответствующем расстоянию от Земли до Солнца, у Сатурна находятся сразу два спутника. По проекции, эта пара тел проецируется на земную орбиту. Это как бы для меня еще косвенным подтверждением правильности моей мысли, что на земной орбите должно быть два тела. Так как они находятся в таких же условиях, как и мы, то возникло предположение, что там есть цивилизация. Наука допускает инопланетное происхождение жизни на Земле. Ее простейшие формы могли быть доставлены метеоритами из далекого космоса. Это уникальные кадры. 12 февраля 1947 года между Хабаровском и Владивостоком люди стали свидетелями метеоритного дождя. Гигантская глыба из космоса прорвала атмосферу Земли, разорвалась на части и рассыпалась на территории двух квадратных километров. В тайгу была направлена экспедиция Академии наук. Обнаруженные ей куски метеоритного железа оказались невероятно тяжелыми. Вот этот небольшой на вид метеорит весит 700 килограммов. Исследовав осколки, ученые пришли к выводу, все они некогда были частью одного большого астероида. Пояс астероидов – это пояс, в котором много обломков, много очень маленьких космических тел, которые, в общем-то, следуют по орбитам, которые меняются. Это предполагает возможность столкновения тел в поясе астероидов. Если произошло столкновение, то обломки могут приобретать орбиты, которые могут пересекать орбиту Земли. Михаил Александрович Назаров изучает метеориты уже более трех десятков лет. В коллекции Российской Академии наук их порядка полумиллиона. Значительная часть находится в Московском институте геохимии. У каждого из них есть свое имя и своя история. Древняя, космическая и таинственная. Это метеорит Чинге. По классификации, скажем, такое мудреное слово. Это атаксид, железный метеорит. Это находки в рассыпях, которые разрабатывались на золото на Алтае. Там вместе с рассыпным золотом стали попадаться куски металлического железа, которые позднее были определены как метеоритное железо. А местные, значит, старатели из него даже гвозди в свое время ковали. Современные ученые могут увидеть не только структуру любого метеорита, но и изотопный состав того или иного элемента. С помощью этой техники был сделан целый ряд удивительных открытий. В самых древних метеоритах, возраст которых превышает 4,5 миллиарда лет, ученые обнаружили органические вещества. Но что еще удивительнее, вещества эти пришли на Землю из других звездных систем. Значит, в метеоритах совершенно точно присутствует внесолнечное, или, если это его так же называют, досолнечным веществом. Оно как раз связано с углестными хондритами, поскольку углестые хондриты, совершенно очевидно, это наименее измененное вещество в Солнечной системе. Это зерна, алмазы, корунда, шпинели, которые обладают вообще совершенно сумасшедшими изотопными аномалиями, не характерными для вещества Солнечной системы. Если метеориты действительно содержат органическое вещество, значит, это часть какой-то иной неведомой жизни, которая существовала задолго до появления Солнечной системы. Остается загадкой, что это за жизнь, и существует ли она до сих пор. И не это ли жизнь когда-то создала нашу Вселенную? 13 декабря 1976 года французский автогонщик и журналист Клод Варилон на своем Я видел, что так же безучно выдвигается лесенка. Сначала появились две ступни, он слегка успокоился, что вроде будет дело вместе с человеком, две ноги появилось. Потом тот, кого он сначала принял за ребенка, потому что был рост невысокий у человечка, подошел к нему и с ним заговорил. Инопланетянин сообщил, Клод Варилон выбран им, чтобы сообщить землянам правду об их происхождении. Пришелец попросил гонщика вернуться на это же место завтра и прихватить Библию, очень кстати купленную накануне. В Библии все шаги отражены. И если включить технологическое мышление, то можно понять, что здесь нет никакого мистицизма. Единственное, что было ошибочное слово «Элохим» переведено как «Бог». «Элохим» — это множественное число слова «Элохо», то есть «пришедшие с неба». Это был не Бог, а «пришедшие с неба». В течение шести дней пришелец рассказывал Клоду Варилону историю человечества. Рассказ подтверждался цитатами из Святого Писания. Все началось с того, что на далекой планете, очень похожей на Землю, ученые сильно увлеклись генетическими экспериментами. Биологические организмы они научились собирать как конструктор. Животные, которых они создали, в общем, сбежали и уничтожили несколько человек, погубили. Тогда правительство, естественно, запретило эти эксперименты. Но вместе с тем они достигли прогресса в исследовании космического пространства и решили переселиться на другую планету. Они отыскали эту планету, эта Земля. На Земле инопланетные генетики занялись увлекательнейшими экспериментами по конструированию различных видов жизни. Так появились растения, птицы, рыбы, а после и млекопитающие. С родной планеты за их действиями наблюдали, как за реалити-шоу. Последним этапом стало конструирование человека. Он должен был быть похож на своих создателей, но приспособлен к жизни в условиях другой атмосферы и силы тяжести. Хотя правительство изначально дало согласие на создание жизни на планете в том случае, если не будет создан человек, который может представлять, естественно, опасность для них. Если он недостаточно мудр, то во время технических прогрессов он может представлять опасность для создателей. Ну, естественно, запрет был нарушен. Тогда был введен новый запрет, который запрещал открывать людям научные знания. То есть говорит о том, что они тоже могут быть подобны им и быть создателем. То есть вкушать от древа познания добра и зла. Одна из семи групп ученых на Земле решилась нарушить это правило и открыть людям доступ к своим базам данных. Узнав об этом, правительство инопланетян запретило дальнейшие эксперименты, отозвало своих ученых, а нарушителей закона приговорило к пожизненной ссылке на заселенной ими планете. И правительство сказало, ну, раз такие ваши люди добрые, такие позитивные, пусть они вас и кормят, и посмотрим, как они будут с вами жить, не пытаются ли они повернуть против вас. Именно отсюда в религиозных книгах появились записи о жертвах, которые люди должны были приносить своим создателям. Сыльные ученые стали брать в жены человеческих дочерей, о чем напрямую говорится в книге Бытия. Их дети приспособились к земной атмосфере и очень быстро перенимали знания своих отцов. И тогда на родине ученых было решено уничтожить потенциально опасную планету вместе с бунтарями и их детьми. Но были и те, кто поддерживал стремление коллег создать на Земле новую и развитую цивилизацию. Создатели ссыльные были предупреждены, ну, другими учеными, которые вернутся с планеты, чтобы те подготовили сохранение всего биологического материала перед уничтожением. Ну, и в ковчег является космическим кораблем, в который были помещены, на самом деле, пробирки. Каждый тварь по паре, то есть клетка мужской и женской особи. Ковчег возвысился над Землей, он был выведен на орбиту. Были осуществлены взрывы наподобие ядерных, очень мощные. Это такие, что континент просто перевернулся и раскололся на несколько, ну, как мы сейчас знаем. То есть было несколько ударов, которые превратили единый континент в то, что мы знаем сегодня. Ученые подсчитали, все континенты Земли действительно можно как пазлы сложить в единый материк. На древних картах он помещен в район Северного полюса и называется Гипербореей. В центре материка располагалась мифическая гора Меру. Реки разделяли его на четыре части. Древнеримский ученый Плиний в книге «Естественная история» пишет, «Страна эта находилась вся на Солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем». Северным полюсом планета была наклонена к Солнцу. Соответственно, она крутилась по спирали относительно Солнца, а Солнце, в свою очередь, ходило по небу не как сейчас, утром встает, а вечером садится, а оно целый год стояло на небе и ходило по спирали, по убывающей. Если мы посмотрим на фельский диск, то мы увидим, на одной стороне фельского диска Солнце в центре находится. Потом, значит, по мере раскручивания спирали, в которой, кстати, разделена на 36 сегментиков, «Это можно предположить, что каждая декада по 10 дней». Если посмотреть на фельский диск с другой стороны, перевернем, то мы заметим, что Солнце, которое было в центре, на другой стороне находится уже с краю. То есть, что косвенно подтверждает, что разговор идет о времени, как бы, о движении Солнца по небу. Такие сведения существуют только в самых древних преданиях. Гигантский взрыв расколол материк на шесть огромных частей. Расплавленные недра вырывались на поверхность, разметав части гипербореи по всей планете. На тектонической карте мира они хорошо видны и поныне. Вот эта тектоническая плита, она практически идентична вот этой тектонической плите, которая заместила залив Северно-Ледовитого океана. Подтверждаю, что платформа приехала в Сибирь, озеро Байкал. Во-первых, значит, есть такой Байкальский хребет, город называется, который, если вообще посмотреть на него с космоса, то мы увидим, что вот эта тектоническая плита, как бульдозером, навернула перед собой этот горный хребет. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является современная биосфера. Морские котики и эндемические виды рыб на Земле встречаются только в двух местах. В Северном Ледовитом океане и в озере Байкал. Никаких водных путей между современным Байкалом и морем не существует. Значит, до уничтожения Гипербореи они были единым целым. Рыбы и морские животные смогли выжить во время катастрофы. Образцы ДНК других земных созданий были помещены в космический корабль, который Библия называет Ноевым ковчегом. На нем мятежные создатели спасли образцы своей многолетней работы. Он был выведен на орбиту, где пробыл 150 дней, в течение которых элохимы устранили вредную радиацию и потом уже спустились к Земле, выпасили там голубя, животных, чтобы они вышли на поверхность проверить, насколько это все работает. Все сработало. Из запасов генетического материала были вновь сделаны птицы и животные. Воссозданы люди. Вот только их срок жизни и способность к восприятию информации были значительно уменьшены, дабы больше не пытались превзойти своих создателей. Вместо этого человечеству был выдан свод правил. Их соблюдение обеспечивало нужное направление в развитии цивилизации Земли. На горе Синае произошла передача Торы, передача знаний простейших, которые бы помогли евреям, которые тогда были очень примитивны, вообще там занимались чуть ли не людоедством, помогли бы им обрести простые знания гигиени хотя бы, о том, что можно, то есть чего нельзя. Важно было немножечко сделать дистанцию между лохими людьми, чтобы люди все-таки побалились приближаться. Поэтому сделал полуфейерверк, то есть вот эта клесница небесная, то есть столб дыма, огня, то есть фактически приземление космического корабля. Разрушение стен древнего города Иерихон, которое описано в Библии, объясняется применением ультразвука. Падавшие на врагов камни – точечная бомбардировка, а испепеляющие лучи – использование лазерного оружия. Одно из технических приспособлений описано в Библии детально. С его помощью перемещались и охранялись данные Моисею скрижали с заповедями. Господь завещает, то есть инструктирует Моисея буквально на горе, чтобы он сделал Ковчег Завета. И он ему очень подробно рассказывает, как этот Ковчег Завета сделать. Этот Ковчег весь из золота, на золотом постаменте, на столбах, там, с серебряными цепями. Золото – один из самых тяжелых металлов. Современные исследователи подсчитали, одна только крышка такого размера должна была весить 2,5 тонны. Общий же вес Ковчега составлял более 2900 килограммов. Получается, каждый из четырех жрецов нес не менее 740 килограммов. Очень подробное описание изготовления, конструкции Ковчега, а самое главное – очень подробная инструкция жрецам по тому, как с этим Ковчегом надо обращаться. Они очень здорово напоминают технику безопасности. Инструкция предписывала носить святыню посредством продетых в кольца деревянных шестов. Каким же образом четыре земных человека могли переносить 3 тонны на сотни километров? Ковчег обладал свойством левитации. Он сам парил над землей. Не случайно переносивших ковчег служителей Библия называет левитами. В описании странствий евреев по пустыне сказано, что Ковчег сам нес тех, кто нес его. Перевозить Ковчег Завета категорически запрещалось. Единственный случай, когда святыню водрузили на повозку, закончился трагедией. Молнии поразили тысячи людей. Если повторить подробно все вот это, что описано в Библии, сделать такой ковчег с двумя херувинами, обращенными лицом друг к другу, со всеми столбами, цепями. И получается следующая картинка. Вот он на повозке. Валы эту повозку везут. Вы представляете, это великолепная динамическая машина. Он заряжался и происходил разряд, конечно, очень сильный. Поэтому, когда его захватили и привезли в телеги, и привезли в город, и там погибло 50 тысяч жителей. Ну, просто написано, вообще-то был такой мощный разряд. Все чудеса демонстрировались людям с одной главной целью. Заставить их поверить в высшие силы и навсегда выбить стремление стать равными. Только так элохимы могли обезопасить свою цивилизацию от незрелого человечества. Впрочем, послание элохимов к французскому автогонщику Клоду Варилону далеко не единственное. В 1988 году от создателей была получена еще одна информация. В разных городах Украины две незнакомые друг с другом девушки по имени Ирина написали одни и те же стихи. До этого склонностью к поэзии они не отличались. Кто-то диктовал им этот стихотворный текст. В голове рождается мысль, вот тебе говорят то-то. Как будто человек слышит. Уговаривали их порядочно, а не категорически отказывались. Ну как же, бывшие комсомолки, чтобы во что-то другое поверить, тяжело. Тем не менее, они на дыбы, ни в какую. А им сказали, ну вы не верите, что с нами дело. Будьте добры, по городу будете ходить. И одна, и другая. Как вы видите, где-то какие-то часы, смотрите, сколько они будут показывать. Два или три дня они ходили, и на этих часах одно и то же время. Как будто кто-то специально выставил. В конце концов, они поверили, что это не шуточки. И что надо записывать то, что передают. Создателя Земли в послании называют ядеводом. Он любит землян. Хотя, как и в случае с элохимами, боится своих непредсказуемых сыновей. Текст написан образами. Так что понять, что такое лунные оковы, в какую мелкую клетку разбиты поселенцы Земли, и как едевод создавал людей душами глаз замогильных, получается далеко не у всех. Владимир Замарокко перечитал послание больше 30 раз. Вот как он истолковывает тайный смысл текста. Насчет возникновения Земли, она создана была теми, кто разрабатывал вот как раз объекты для испытания наций различных. Земля была впервые создана в рамках созвездия Ориан. А мы его называем почему-то Орион. У Земли было раньше другое солнышко. Была звезда Беттельгейзе. Когда она потухла, в это время решили ее перебазировать к новой какой-то звезде. Даматлов меч упал на наше солнышко. С помощью непостижимых для нас технологий могущественного едивода Земля была доставлена в Солнечную систему и закреплена на самой подходящей для жизни орбите. После этого на орбиту Земли была установлена Луна. Техническое приспособление для преобразования энергии. Значит, в послании Сулунянам приведен этот рисунок с подписью возникновения жизни на Земле. На этом рисунке звезда. Будем считать, это наше Солнце. Луна непосредственно. И Земля. На Земле росточек, который произрастает после того, как какая-то энергия передается на Луну, от Луны отражается, попадает на Землю. Подписи везде. Жизнь и луч. Видите как? Чтобы с какого-то семени прошло растение. Дальше. Направление двойной связи, которое существует между Луной и Землей. То есть, эта цепочка связана непосредственно. Если бы не было Луны, никакой жизни на Земле бы не было. Именно на Луне находится база создателей Земли. Эксперимент рассчитан на 20 тысяч лет. Его цель – выведение совершенного человека и заселение им других миров. Правда, пока человечество далеко от совершенства. В этом послании сказано «Ваша наука слаба, вы не постили ни один закон природы. Вход в недра строго воспрещен, карается вселенской смертью». Это намек на то, что нельзя добывать нефть, газ, уголек. Нужно искать новые источники энергии, которые можно брать без проводов, не опоясывать землю. Нужно летать и ездить без рельсов, которые вот для нашего железнодорожного транспорта, без летательных аппаратов, которые берут, допустим, 100 тонн горючего, чтобы перевести сотню человек на какое-то расстояние. Над нашими головами летает НЛО, которые горючее не берут. За ходом эксперимента в лаборатории «Земля» наблюдают представители создателей. Владимир Замарока уверен, рядом с нами существует еще одна великая цивилизация. От людей ее скрывают воды Мирового океана. Этих представителей, которые из подводной цивилизации Земли, мы на Земле называем богами, а они на самом деле представители, создатели и объектов, и цивилизаций, и фауны, и флоры. Интересно, что с наблюдателями и руководителями эксперимента по совершенствованию нашей цивилизации человечество хорошо знакомо. Всех их можно увидеть на картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Художник написал ее примерно так же, как украинские девушки Ирины получили послание. Леонардо да Винчи, когда рисовал эту картину, практически его руками рисовали картину. Он даже не знал, что рисует. Никакого там апостола нет. В центре сидит руководитель группы, которая наблюдает за развитием земной цивилизации. Называем его бог Ефим Христ. Шестая слева, если считать поэт, на этой картине богиня Катарина, владычца всех тайн. Не апостол, а богиня, женщина. Десятый на этой картине, богиня Варвара, владычца истинных знаний. На этой картине «Тайная вечеря», которую мы называем, рассматривается вопрос, что же делать с нашей земной людской цивилизацией. Одна группа, которая говорит, что из земной людской цивилизации нашей можно сделать человеку разумных, руководить ей Ефим Христ. Бог Петр, Владимир, вторая группа, Бог Сатан, а мы почему-то Сатаной называем. Он не верит, что можно что-то земной, земной нашей цивилизации, что-то сделать существенное. Итог того совещания известен. Человечество признано способным к развитию и восприятию добродетелей. В ближайшей перспективе пересмотр всех открытых ранее законов физики, которые позволят найти мощные, надежные, а главное, безопасные источники энергии. А дальше все по плану создателей. Расселение на соседние планеты и освоение других галактик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok